Пасифист Идея в том, что Граница не существует Между странами Это, как сказать один человек В этом фильме В природе Не знает границы между странами И Франсуа Труфо Который обожал этот фильм Считал, что Его мастер Сказал, что Идея в этом фильме О том, что Свет делится Нет между границей Одна страна Граница, одна страна граница Немецкая, Германия Французская, нет Нет вертикально Но оризонтально Значит, что Между Французов и Немецких Например Дружба Можно существовать Нет Потому что Дружба Можно существовать Потому что Если один человек Аристократ Из Франции Может быть Друг Са Один человек Из Германии Один человек Который Работает На заводе В Франции Может быть Друг Са Человеком Который Работает На заводе В Германии Значит Мы можем Все Быть Друзья Но На То же Самое Уровне К сожалению Это так И В этом Фильме Офицер Аристократ Из Франции Он Друг С Офицером Из Германии И Человек Который Играет Жан Габин Он Друг С Другими Немецкими Которые То же Самое В то же Самое Уровне Общества Итак Это То же Самое Фильм Жюль Жим Есть Дружба Между Человек Из Австрии И Человек Из Франции Почему Они Друзья Потому Что Они Вместе Любят Литературу У них То же Самое Любовь Литературу Поэзия И Все И Поэтому Они Друзья Итак Во Франции В принципе Мы Сняли Много Фильмов О Первой Мировой Войне Но Этих Два Фильма Очень Важно Что Есть Идея Дружба Дружба Между Людей Из Франции Из Германии Потому Что У них То же Самое Взгляд На Свет Или И так Может Существует Пасифизм Так Хотел Сказать Жан Ренуар Что Граница Нет Мы Друзья Потому Что Когда У нас То же Самое Искусство То же Самое Опит То же Самое Что Небудь Которое Мы Можем Делиться Вместе Интересно Что В последние 20 лет Во Франции Тоже Мы Сняли Фильм О Несправедливости Во время Первой Мировой Войны Бил Фильм Брюки О Человек Который Не Хотел Идти Во Фронт Потому Что Они Им Дали Не Чисто Брюки С Кровами И все Сказали Нет Я Не Хочу Во Фронт Я Не Могу Это Брюки От Человек Который Умер И Я Не Могу Это И И так Они Офицеры Решили Его Стрелить Потому Что Не Хотел Идти Во Фронт Из-за Брюки Это Сумасшество А Потом Был Фильм Бланш Мопа То же Самое Жена Человека Который Не Хотел Один Раз Идти Во Фронт И Они Стреляли На Него И Это Была Несправедливость А Потом Был Фильм Хорошее Рождество Кристиан Карион Это Замечательная История Во Время Рождества 1914 Года Когда Инглези Немец Немец И Француз Солдаты Решили Вместе Проводить Рождество И Играть Вместе Футбол Пить Шампань Вино Пиво Именно Во Время Рождества Потому что Они Хотели Бить Вместе И Здесь Нет Война Это Рождество И К сожалению После Этого Они Были Все Или Они Стреляли На Солдата Которые К сожалению Били Вместе Во Время Рождества Это Все Несправедливость Которые Сейчас Мы Показываем Это Было Запрещено Раньше Показывать Этих Несправедливость И Мы Можем Сегодня Говорить Об этом И Благодаря Этого Мы Могли Строить Например Дружба Между Францией И Германией Благодаря Фильму Великая Иллюзия Благодаря Фильму Хорошее Рождество Мы Можем Понимать Что Мы Можем Бить Вместе Да Мы Бил Настроение Против Германии Бил В Франции Бил Настроение Против Франции В Германии Но Это Все Сейчас Мы Можем Говорить Об этом Вместе И Бить Друзья И Может Бить Страна Как Хроват И Сербия У них Нужен Такий Фильм И Израиль Палестин У них Нужен Такий Фильм И Понимать Что Случилось И Почему Они Бить Друзья Вместе Спасибо Одну Реплику Хочу Благодарю Сказать Что Фильм Ренуара Делался В 37 Году Что Такой 37 Год На Карте Европы И в Политике Это Всем Хорошо Известно Но При этом Ренуар Немножко Лукавил Я Считаю Он Предлагал Быть Пацифистами И Как бы Не признавать Границы Но Все-таки Жить В границах Присоединенного Эльзаса Саара Верхней Силезии А представьте Каково Было Воспринимать Немцам В 37 Году Такие Пацифистские Лозунги И Другой Момент В нашем Замечательном Фильме Окраина Показан Немецкий Военнопленный Солдат Мюллер Который В плену Становится Русским Сапожником И который Фактически Ну На правах Его сына Входит в его Семью А Идеологическая Посылка Была такая Что Немецкий Солдат Повоевавший С русским Солдатом В Первую Мировую Войну Навсегда Теперь Будет Его Союзником Классовым Национальным И прочим А я Только Замечу Что В основном Из солдат И унтеров Первой Мировой Войны Немецких Выходили Как раз Лучшие Немецкие Генералы Которые Воевали С Россией Спасибо Было бы Наверное Логично После Выступления Нашего Французского Коллеги Представить Слово Нашему Немецкому Гостю Который Наверное Расскажет О том Как складывалась Иконография Первой Мировой Войны В немецком Кино Я помню По прошлогоднему Вашему Докладу Я хотела бы Сделать Такую Небольшую Поскольку Мы все-таки Стараемся Чередовать Российских И иностранных Докладчиков Я хотела бы Пригласить Игоря Угольникова Рассказать О своем Проекте И может быть Тогда вы Поскольку Дискуссия Складывается В таком Ключе Идеологии Мифологии Даже Может быть Расскажете О том Что представляет С собой Ваш проект О Первой Мировой Войне Ну Смотрите Филипп Вы Я просто Из того Что Да Игорь Пожалуйста Давайте Да Делая фильм О Второй Мировой Войне Фильм О Защитниках Брестской Крепости Мы естественно Задумались О том В чем Истоки Второй Мировой Войны И изучая Историю Нам стало Было Понятно Что Вторая Мировая Война Это Незаконченная И конечно Впереди Тогда Когда мы Начинали Делать Фильм О Первой Мировой Войне Впереди Тогда Два Года Назад Впереди Была Сотая Годовщина Начало Первой Мировой Войны И Было Понятно Что Так или Иначе Россия Не сможет Уйти От этой Скорбной Даты И Необходим Фильм О той Забытой Войне А Война Первая Мировая В нашей Стране Считалась До Недавнего Времени Войной Забытой На Нынешний Момент Перед вами Счастливый Человек Продюсер Который Сумел Осуществить Съемки Столь Сложного Фильма При Поддержки Министерства Культуры Российской Федерации Фонда Кино Спонсоров Инвесторов И так Далее Фильм О Первой Мировой Войне Снят И мы Взяли За основу Сюжет Первой Мировой Войны О Женском Батальоне Смерти Созданном Весной 2017 Года В Петербурге В Петрограде Тогда уже Керенским Для поддержания Боевого духа Русской Армии Которая К тому времени Уже Не желала Воевать С противником Считалось А ведь Случилась Революция А февральская Революция Действительно Была Революцией Это Октябрьский Октябрьский Переворот Как теперь Уже Правильно Говорят Был А февральская Была Действительно Революцией И Женский Батальон Смерти Под командованием Марии Бочкаревой Отправился На фронт Воевал Ну скажем так Воевал Это будет Покажено в фильме Под Сморгонью В Белоруссии И потом Был Расформирован Вот именно Эта тема Поднятие Боевого духа Разлагающейся Армии Когда Солдатские Комитеты Не позволяли Офицерам Принимать решения Под угрозой Расстрела Именно Поднятие Боевого духа Женщинами А в истории Такого примера По-моему Не было Когда Столь серьезное Воинское Подразделение Из числа Только женщин Было Послан на фронт Предварительно Приняв присягу А до этого Обучившись Ну как они могли В столь короткое время Воинскому Ремеслу Фильм Сложный Большой Снял его Дмитрий Месхиев Питерский режиссер И фильм этот Сейчас Как вы понимаете Идет Стадия монтажа Компьютерной графики Озвучания И сборки Картины Так же Как и с Брестской крепостью Нам удастся Сделать И телевизионную версию Четыре серии Для первого канала Мы активно Использовать будем В четырех серийной версии Хронику Первой мировой войны Которую нам удалось найти В том числе И российскую И в том числе Хронику Именно самого Женского батальона Бочкаревой Марию Бочкареву Сыграла Народная артистка России Мария Аронова Я думаю Что это Для нее Помимо того Что это Профессиональный Поступок Но это еще Некий гражданский подвиг Вот так она будет Выглядеть В нашем кино Еще раз повторюсь Фильм сложный И неоднозначный Потому что Восприниматься Наверное Зрителем будет Он С большими вопросами Кроме того У нас с вами Нету Даже зрительского Восприятия Картинки Первой мировой Нам не от чего Оттолкнуться Вторую мировую Великую отечественную Мы с вами Уже понимаем На уровне Подсознания Поскольку Было много Тому примеров И мы с детства Фильмы О Второй мировой войне Видели Первой же У нас В нашем сознании Совершенно нет И это накладывало На нас Определенную Сложность Создание Именно Этой эпохи На экране От костюмов Вооружения Зданий Машин До Даже Субординации Которой Впоследствии Не было И много Тонкостей Которые Должны быть В той эпохе Нам пришлось Воссоздать И даже Вот что удивительно Мы там спорили Вот Они сидят Солдатский комитет И офицеры За столом Здесь сидит Женщина Уже все Уже Февральская революция Свершилась Уже Даже Пуговиц Счищались Двуглавые орлы Уже царя нет Но когда Почкарева встает Почему-то офицеры Тоже встают У них такая привычка Из них ее Не выбьешь Ну и так далее Фильм Надеюсь В ноябре Месяце Нам удастся Сделать премьеру Фильма Прокатная его Судьба Пока еще Определяется Определяются Как собственные Прокатчики Так и Прокатная позиция Фильма Но для нас Очень важно Завершить работу Над фильмом И сделать Официальную премьеру В год Столетия Начало Первой мировой войны Надо еще Сказать о том Что вы Справедливо Сегодня говорили Я внимательно Слушал О том Как относилась Интеллигенция К войне И Что потом Произошло Что потом Было Я имею в виду С гражданской войной И в самом батальоне Девушки собрались Из разных сословий Там были И благородные девушки И из простого Сословия И у них тоже Внутри В батальоне Все было Очень непросто И между собой Весь этот конфликт Нам Как мне кажется Тоже удастся В картине Показать Но уже в окопах Уже на фронте Они уже стали равны Друг другу И это тоже Очень важный момент И в заключении Могу сказать Главную мысль Что удивительно Повторяется история И то Что было С нами Сто лет назад Казалось нам До недавнего времени Невозможным К повторению Однако События Которые происходят Сейчас В Европе В России И в Украине Говорят о том Что многое Из того Что было Тогда Сто лет назад В 2013 И 2014 Году Очень схоже С нынешней ситуацией И мотивация Для того Чтобы люди В Европе В России Жили немирно У многих Та же Что и была Сто лет назад Удивительно За эти сто лет Как ничего Не поменялось Спасибо Если есть вопросы Я отвечу Пожалуйста Если АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Удалось Удалось Уговорить Постричься НАПРОВА Для приказательства Мне удалось Не только Постричь Марию Романову Но и всех Девочек Нафильме Всех Вот Хорошо О да Это Это Кстати Я могу сказать Что это было Мы думали Что это Не очень Подробно И Там нет Мы думали Что это будет Большой проблемой Для отбора Актрис И актрисы Откажутся Бриться нагло Ни одна Из утвержденных Актрис Даже не спрашивала Да Постричься Да Раз надо Значит надо Поэтому Это была Не самая Большая проблема В фильме Есть кадры Как они Их стригут И это сделано Немонтажно Вы видите Как их По-настоящему Стригут Очень старыми Машинками Мы нашли Даже Вот эти Нет Там Мы пытались Создать Полностью Так же Как в Брестской Крепости Я ставил Задачу Перед всей Съемочной Группой Максимально Исторические Факты Должны быть До мелочей Воспроизведены На экране И в Брестской Крепости Нам удалось Это сделать Максимально Постараемся Здесь Выполнить Ту же задачу И газовая Атака Которая была Там Снималась Так как Это было Тогда Если можно Короткий вопрос Потому что Хотелось бы Еще послушать Докладчика Судя по запредельно Наивному Высказыванию Господина Министра Я бы сказал Даже на грани Идиотизма Вы собираетесь Сделать Из Марии Ивочкаревой Национальную Икону Наподобие Зои Космодемьянской Скажите Уж прямо Я не готов Обсуждать Слова Министра Я могу Сказать Ответить На ваш Вопрос Если Любым Героем Нашего Эпоса Или Прошедших Дней Человек Который Ставит Задачу Прежде собой Перед собой Что бы ни было Как бы кто не относился Какой политической партии Не относился Человек Если он ставит Перед собой Задачу Защиты Отечества Этот человек Достоин Того Чтобы о нем Говорили Как герои Других задач Перед собой Тогда Мария Бочкарева Не ставила Защиту Отечества Вот У меня Ну вот В ноябре Будет Премьера А в прокат Я просто не могу Сказать Потому что Сейчас Этот вопрос Обсуждается У меня В продолжении Реплики Виктора Когда вы говорили О том Что Это был прецедент Что Появившиеся В армии Женщины Поднимали Боевой дух Я почему-то Вспомнила Про Жанну Дарк Вот И Мне кажется Что сейчас Вот такой Можно осуществить Плавный переход Как раз К тематизации К образом Первой мировой войны В немецком кино Это Филипп Штясный Куратор Историк кино Здравствуйте Я очень рад сегодня Быть здесь К сожалению Я не говорю по-русски Поэтому мне придется Говорить по-английски И я также хотел бы Поблагодарить своих Переводчиков Сегодня Для меня большая честь Находиться сегодня Когда мы говорим о том из-за немецкого перспективы. Конечно, мы можем поговорить о время войны, о фильме производства во время войны, о цензорах, и так далее. Но я думаю, что самое интересное время из-за немецкого перспективы было около 1930. Однако мне кажется, что более интересный период это 30-е годы XX века. Конечно, к 30-м годам уже довольно много фильмов было снято. Это были немые фильмы про Первую мировую войну. Они были самых разных жанров, в том числе мелодрамы. Наблюдалось влияние как российского кинематографа, так и американского. И у людей, занимавшихся кино, уже было достаточно опыта для того, чтобы продолжать снимать эти фильмы. Но им нужно было придумать новый подход к этим фильмам. Конечно, главная вопроса для фильма-магаза – почему я должен рассказать историю о Первой войне в 1932 году? Почему мы должны бороться с войной, которая была прошлой? Один ответственный может быть – это не праздник, это праздник. У нас есть криколеты на улице, мы имеем ревизионисты и политики. В память о первой войне в 1930 году была большая политическая проблема. Конечно, когда человек задумывает фильм, в первую очередь он должен ответить на вопрос – почему я хочу рассказать эту историю? Почему в 1930 году я хочу рассказывать о войне, которая осталась в прошлом? Ответ, в первую очередь, заключается в том, что эта война не осталась в прошлом, она являлась частью настоящего. На улицах были калеки, по-прежнему находились политики, которые говорили об этой войне, и это было неотъемлемой частью национальной памяти. И я бы просто хотел сказать, что здесь есть различные способности для того, чтобы бороться с войной. Первое, фильм-макеры в 1930 году неизвестно, что у них нет никакого объективного перспектива на войне. Вы всегда принимаете sides. На одной, у нас есть люди которые пытались reconstruить войну. Например, у нас есть фильм о Баттлее Таненберге, который пытался быть объективным, но в конце концов это было только фильм о Германии. И, конечно же, понятно, что можно по-разному подходить к съемкам фильма о войне, однако в первую очередь нужно понимать, что нет возможности показать ее объективно. вы всегда занимаете одну или другую сторону. Например, есть люди, которые старались восстановить ход событий. И был фильм о битве при Таненберге, где люди постарались снять ее достаточно объективно. Однако, тем не менее, это оказался фильм о победе Германии. И хотя мы все знаем, что Германия проиграла эту войну, необходимо было для поднятия патриотического духа снять фильм, в котором была показана именно победа. А потом были националисты и право-толковые люди, которые тоже были спросили, если мы хотим с войной, мы нужны истории, которые были патриотическими. И они умерли в историю. Они рассказывали истории о 7-летней войне военном веке и Фредикт-грейт, вместо того, что это было первой истории. Поэтому, они предпочитали снимать истории о других войнах, возможно, менее важных. Например, семилетняя война, в которой Германия выиграла, вместо того, чтобы снимать фильм про Первую мировую войну. Поэтому люди хотели во многом переписать историю, забыть о поражении Германии и заставить людей снова гордиться своей страной, чтобы подготовить их к новой войне. И это фильм о войне, о которой они будут горизонтальные войны, Вестфронт, 19-18, это фильм был о Г.W. Парпст, который был в середине 1930. Это фильм о войне, о войне, в войне, и это закончилось с днем, без взрослого, я имею в виду, с друзьями, между тем временем, между тем, кто с ним форта. Но особенно, конечно, интересна точка зрения пацифистов на эту войну. И послезавтра будет показан фильм «Западный фронт 1918». Этот фильм был снят в 1930 году. Речь идет о битве на Западном фронте. И в конце есть очень интересная сцена, которая показывает дружбу между солдатами. Мы видим французского солдата, умирающего рядом с немецкими, и он говорит ему, что мы товарищи. И, конечно, важный вопрос, который стоит перед режиссером, заключается в том, как снимать фильм про войну. Но обязательно ли при этом показывать все ужасы и разрушения, которые происходили непосредственно на поле битвы, на фронте? Необходимо ли это для того, чтобы показать фильм с точки зрения пацифиста, для того, чтобы донести более мирную идею? Продолжение следует... His next film would be called Comradeship, which is certainly a term which relates to the First World War. But it is, in fact, a story about miners prior to 1914, a film about a catastrophe and a mine, and Germans and French working together to solve this problem. So he found an allegory from a, well, not a peaceful time, but without battles, in order to promote this idea of neighborhood and friendship. И режиссер этого фильма решил, что для того, чтобы донести идею дружбы народов, не обязательно показывать боевые действия. Поэтому следующий его фильм назывался «Товарищество», и это опять имеет большое отношение к Первой мировой войне. Но действие фильма происходило до 1914 года, и речь шла о шахтерах. На шахте произошла авария, и немецкие и французские шахтеры оказались заперты там вместе. Таким образом, режиссер старался передать идею дружбы народов без каких-либо военных действий. And I only want to give you one more example, and then I'll close. There is one film which is by now, amongst the experts, rather known, but for a long time it has a rather little release, and it is called «Ниманс land», «No Man's Land». And I just mentioned this film here because it was made in 1931 by a Jewish-Russian emigree to Germany, which was called «Victor Trivas». And he had the same answer to the question whether we should show the shooting, the killing, or whether we should show solidarity among the soldiers. And so, within the No Man's Land of the Western Front, there meet a Russian Jew, a Frenchman, even a black artist, and an Englishman, and they together discuss the consequences of war to their families, to their countries, and in the end they stand up and go against the cannons and the machine guns. And I would like to give you one example, before I finish. It's a film, which is now more widely known, but before we talked about it, it's a film «Nichia, земля», which was released in 1931. His director of his was a Jewish-Russian emigrant, who lived in Germany, Victor Trivas, and he, again, asked the question, how to show the war, 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 how to show the friendship of different countries. And maybe I close my statement with pointing out to a fantastic website. There has been a European project to digitalise many films, which is called European Film Gateway 1914. So you have German archives, Austrian archives, English and French and Serbian, and whatever archives there are, and for the first time in the last 100 years, it's very easy to get access to, let's say, newsreels from 1914 and 15, and also fiction films. Unfortunately, I think there are very, very few Russian films in there, but there are. And so I very much invite you and encourage you to take a look on this website and to see what people made in around that time. Personally, I think it's much more exciting to watch these historical films than the more recent one, apart from your film. Thank you very much. Could you repeat the name of the project? The European Film Gateway 1914. And in the end, I would like to tell you about one very interesting site. It's a European project for the number of films. It's called European Film Gateway 1914, where the number of films, German, French, Serbian, English films of all European countries, связаны с Первой мировой войной. Впервые за все это время любой человек может получить доступ к этим фильмам. Это и новостные какие-то выпуски, и художественные фильмы, которые снимались в то время. К сожалению, там очень мало российских фильмов, но я бы предложил всем вам посетить этот сайт и посмотреть на то, что люди снимали в то время. И я думаю, честно говоря, что смотреть эти фильмы гораздо интереснее, чем смотреть некоторые современные фильмы, кроме, конечно же, фильма, о котором нам только что рассказали. Спасибо, Филипп. Вопросы представьтесь, пожалуйста, когда будете задавать вопросы. Я сейчас подогнал. Я историк документальности. Как раз по поводу последнего проекта. Это, на мой взгляд, очень актуальный пример того, того, что произошло, что прозвучалось здесь на полном столе. Два ключевых понятия. Первое понятие – это мифологема. И второе понятие – это непрофессионализм. Начну, как бы так сказать, вот с проекта европейского. Если мы заглянем на этот сайт, то мы увидим, что там представлены более 20 архивов, из которых нет ни одного российского. Если мы посмотрим, что там за фильмы представлены, мы опять-таки увидим, скажем, специальную кнопку, которая показывает материалы по Восточному фронту. Но там практически нет, ну, за одним, может быть, небольшим исключением, нашей позиции. Показа того, как видели события со стороны России. Почему я говорю о непрофессионализме? Потому что, вообще-то говоря, в этот сайт, в этот большой проект нужно было входить в Россию. И типичный расчет Министерства культуры – это вот недооценка того, как выглядит Россия сегодня в международном интернет-пространстве. И вместо того, чтобы действительно заниматься представлением России, как она должна выглядеть, как она выглядела в свете истории, мы пытаемся сейчас, ну, скажем так, я имею в виду Министерство культуры, выстроить новую мифологему, новые мифы. Бог мой, но, может быть, есть смысл все-таки быть более профессиональным, может быть, есть смысл все-таки не отстроить какие-то новые мифы по поводу Первой мировой войны, а пытаться извлечь те уроки, которые нам эта война, собственно, преподала в свое время. Это и недооценка того же самого кинематографа, это недооценка культуры и так далее, и тому подобное. И самое главное, что меня просто убивает, это то, что фактически мы имеем сегодня один большой проект, который представляет собой как бы некую юбилейную галочку. Мы, так сказать, отмечаем юбилей Первой мировой войны вот этим большим проектом. А те, допустим, не игровые проекты, которые могли бы быть профинансированы, они были в свое время заявлены в марте месяце, но если даже финансирование поступит, оно поступит не раньше, допустим, конца осени этого года, а фильмы выйдут только в следующем году. Это и не есть непрофессионализм со стороны Министерства культуры. Спасибо. Спасибо. Это был вопрос или реплика? Это была реплика, да. Спасибо. Что, Кирилл Ильич? Тогда я предоставлю слово для небольшого комментария, может быть. Приветственного слова, Кирилл Ильич. Простите за опоздание, поскольку мы с Александром Николаевичем Сокуровым застряли в президентской администрации, обсуждая бессмертный текст по поводу основ культурной политики. Александр Николаевич сейчас, я надеюсь, поднимется к нам, поскольку он был более голоден, чем я, то он обедает, а потом выступит коротко, конечно, и представит свою картину, которая в пять часов демонстрируется. Вот. Я хотел сказать, что для меня вот этот вот круглый стол по Первой мировой войне в рамках фестиваля имеет особое значение просто потому, что у нас очень небольшое количество интеллектуальных мероприятий, которые включают в себя и обсуждения, и тем более обсуждения, связанные с историей кино, и тем более в нынешних условиях обсуждения, которые организованы несколькими странами сразу. Вот. Поскольку, как вы знаете, Никита Сергеевич даже несколько преувеличивает. Вот. Положение достаточно сложное. Вот. Я очень рад, что это произошло, и рад, что мы можем приветствовать Александра Николаевича. Дмитрий Сергеевич. Здравствуйте. 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 Кто что говорил? Для нас, кто делал программу «Скорбное бесчувствие» такая центральная картина, поскольку она включает в себя человеческое измерение, эстетическое измерение, измерение историческое. Ну и кроме того, всем известен особый интерес Александра Николаевича к исторической проблематике, поэтому здесь сошлись все звезды, как говорится. Ну, для меня Первая мировая явление очень парадоксальное, в первую очередь, потому что ничто на самом деле не говорил о том, что это будет. И ничто на самом деле как-то к этому ничто не вело, как мне кажется. Шло развитие промышленности, очень хорошо работала инженерная вся элита всей Европы, много чего создавалось, и это создавалось совсем не для того, чтобы это разрушалось. И великолепные новые транспортные системы создавались, и строились новые паровозы, новые исследования в физике, в материалах строительных, великолепное совершенно дорожное строительство, мостостроение, химическая промышленность. Начинается развитие кинематографа, без сомнения поразительный всплеск культуры архитектурной. За многие годы архитектурная культура стала фактом эстетики, эстетическая составляющая в архитектуре грандиозная, много объединяющих идей вдруг возникло, потому что мощный появился фактор такого развития культуры городской стиль модерн, причем этот стиль был не только архитектурный, он являлся и частью бытового образа человеческого, и одежды, и эстетика, и этика, и привнесение в жизнь европейского моноэстетического мира, традиции Востока. Ну, как часто бывает в европейской практике, мы тоже Европа, я это имею в виду, это делалось восторженно, торопливо, иногда пунктирно, и вот это вот восточное мировоззрение, восточная эстетика, этика, образ жизни, это очень часто воспринималось довольно поверхностно, но в изобразительном искусстве так же, ну, то есть жить, 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 дожить бы, потому что такой был всплеск всестороннего интереса к жизни, ни в коем случае нет деструкции, вот как мне казалось. Конечно, проблема составляла назревающее революционное движение, революционные конфликты, конечно. Я не знаю, можно ли сказать о факторе большевизма, как о всемирном деструктивном факторе, который подталкивал какие-то обстоятельства, можно ли говорить о том, что эти обстоятельства подталкивал нарождающееся террористическое движение, молодежное, разнообразное, странные государственные какие-то образования там, вспомним, что еще совсем недалеко, недавно была развитая мощная Австро-Ингрия, например, чрезвычайно сложное противоречивое положение Польши в мире, которое перестало быть просто европейским коридором и остановилось фактором глобальной большой политики, отдаленность Соединенных Штатов, слава Богу, еще рано, еще нельзя было сослаться на то, что вот есть какой-то заокеанский, какой-то такой мощный фактор, который давит, определяет все и заставляет или принуждает. Да, не сошлешься, все рождалось вот в этом лоне, и как мы, ну, наверное, это общее место уже, что все самые прекрасные в искусстве, в культуре идеи возникали в Европе, и все самые ужасные средства уничтожения также возникали в Европе. Вот это вот страшное противоречие Старого Света, оно о чем-то свидетельствует, не знаю, не могу понять, о чем. Это надо серьезно анализировать, о чем это говорит, то ли о старении Старого Света, то ли о том, что Старый Свет стал, в конце концов, старым, на самом деле, не зря его так назвали, и он устал, свидетельство, может быть, даже скорее сегодня, усталости Европы и Старого Света по отношению к молодой агрессии, молодой агрессивности как таковой. Может быть, и тогда уже это было. Может быть, это неспособность общества воспринять, воспринять правильный научно-технический прогресс, может быть, затухание философской, место философической практики, даже в учебных, высших учебных заведениях. Может быть, это было и следствием того, что возникает такое некое высокомерие одних по отношению к другим, например, чрезвычайно много и красиво говорят о французских художниках того времени, забывают, что все основные эстетические и этические позиции отработаны были тогда, например, в английской школе живописной Тернер, например, который предвосхитил весь импрессионизм французский, и только человек с не очень приблизительным образованием может отдавать вот такие глубокие поклоны, отвешивают этой живописной практики французской. Может быть, это связано еще с тем, что люди переходили в другую формацию политической жизни, целые общества, и не успевали осваивать это по-настоящему. Мы ведь понимаем, что катастрофическое, то есть военное разрешение проблем, к которым пришло европейское общество в Первой мировой войне, или привело к Первой мировой войне, это был кризис парламентаризма европейского и французского, в том числе, который еще раз подтвердил свою несостоятельность в историческом и мультическом смысле, проиграв, по крайней мере, начало Второй мировой войны, создав эту страшную коллизию моральную французского общества, во всей французской истории вход в Париж, немецких войск. В общем, много, конечно, всего, но, конечно, основная вина, на мой взгляд, лежала все же на обществах, на народах, которые не смогли, которые то ли они забыли, то ли не помнили, то ли вообще этого в сознании национальном, народном не было, что такое война. Почему с таким восторгом русское общество отнеслось к объявлению войны, Первой мировой войны, что так быстро забыли поражение в Японской войне, быстро забыли эти трупы матросиков, эти потопные корабли, вот эту абсолютно разгромившую саму себя самодержавную машину, госхозяйственную, и вот всю эту систему управления, ну, конечно, поразительное время, в котором, знаете, как кинематографию, Довженко, это, конечно, режиссер номер один, он всю эстетическую, всю генетическую, эстетическую энергию, какой идеи, какие возможно было, он, так сказать, сформулировал, открыл, а все остальные потом ведут просто по этому пути. Да, может быть, и Первая мировая война была явлением настолько мощным и разнообразным, и настолько инерционным, что мы до сих пор не можем понять ее смысл. Посмотрите, какое грандиозное развитие получила артиллерия в то время. Это означает, что инженерная мысль была на очень большом высоте. Все основные артиллерийские там и все эти идеи, они пошли потом в космическую промышленность всех стран, в авиацию и прочее, прочее. Но для этого надо, чтобы были блестящие инженеры. Но к тому нужно, чтобы были блестящие и очень много великолепных профессиональных рабочих. Я имею в виду, в первую очередь, конечно, рабочий класс Германии, который поражал всех на протяжении многих десятилетий мастерством, мастерством, аккуратностью и надежностью результатов труда своего. Но какие были инженеры, и как много было сделано научных открытий на этом пути. И, может быть, в самой меньшей степени здесь, конечно, искусство принимало участие, практическое, а не общество в этой первомировой парадоксе. Потому что, может быть, кроме Бернарда Шоу, я даже не помню, кто бы с такой отчетливым, таким приглядом вперед, переворачивая наоборот реплику Сложеницына, мог бы так посмотреть, что и как. И когда я первый раз прочел «Хатбрейк хаос», это вот «Дом, где разбивают сердца», шоу, мне было понятно, что это взгляд очень вперед. И сегодня еще многое из того, что есть в этой пьесе, кстати, пьесы, драматургия английская, она отличается вот этим поразительным способностью, поразительным впрыгиванием в будущее время. Ничто из того, что написано Диккенсом, не потеряло, или там, Голлсорсе не потеряло никакой актуальности. Это все сегодняшний день, понимаете? Все, вот это поразительная способность драматургии, я не говорю уже о Шекспире, да, поразительная способность вот этого. Вот Англия действительно старый свет, но не старый свет. Вот Англия не постарела, да, а Европа почему-то, континентальная энергия, она почему-то вот так вот теряет свою энергию. И, конечно, способность шоу смотреть иронически на себя, на окружающий мир, на людей. Причем в этой иронии есть своя граница, шоу есть, и что мне в нем нравится, у него есть та граница в иронии, через которую он не переходит, потому что большая часть иронических художественных авторов, они деструктивны, они своим остротой и злобностью ирония, а энергия близка к озлобленности, к озлоблению, как интонация. Он никогда не переходит этой грань. Когда чувствует, что у него кипит уже, он не может уже терпеть, да, когда начинает, он тот же переходит в самоиронию, он направляет это против самого себя, поразительное мастерство. К сожалению, мне кажется, русские переводы, все шоу, они не столь интересны, как оригиналы английские. И, в общем, для меня было огромным опытом и профессиональным, и человеческим, и историческим, вот, работа с этим замыслом. Ну, это было самое безобидное, что я мог тогда предложить Ленфильму после провала целого ряда серьезных замыслов наших с Юрием Николаевичем Арабовым, которые не принимались на Ленфильме в Госкино, это было 5 или 7 сценариев, даже безобидный, в общем, селенцевым это сценарий игровой большой картины, где главным персонажем является Тютчев, прошел 8 художественных советов на Ленфильме, и в конце концов был закрыт после двух, там, каких-то наших попыток в Госкино. 8 художественных советов. Мы не могли никак пробиться. Поэтому фильм по мотивам пьесы, как говорили, антивоенный, антибуржуазный, Бернарда Шоу, оказалось для советской цензуры, и для, вот, там, коммунистической среды, цензурирующей, самой безобидной истории. Но, к сожалению, через, ну, в общем, через месяц картину эту закрыли, потому что, посмотрев материалы, решили, что это слишком много эротики, слишком, слишком независимый какой-то монтаж, слишком независимая точка зрения на хронику. То есть все было выдумано, всякая глупость, всякая, всякая ссор, всякая ересь, вообще, какую только можно себе представить, все это было выдумано по поводу этой картины, потому что традиция художественного осмысления исторического материала и художественной точки зрения на историческое, на течение историческое, она, в общем, не была характерна, как мне кажется, для советского периода. Я вот хочу вот подчеркнуть это. У меня не было помощников, как у режиссера в этой традиции, на мой взгляд, не было серьезной такой историко-эстетического подхода, ни публицистического, ни буквально документального, к чему я отношусь, большой тревогой и настороженностью, а именно вот такого вот подхода. И поэтому, конечно, абсолютное эстетическое несовпадение даже материала этого фильма, а не готового фильма, только материала с соцреализмом, что было тогда, так называемым отсчетом, в общем, привело к гибели картины, и то, что мы были закрыты, потом несколько лет мы сами пытались ее доснять подпольно, ну и потом с переменой времен, с изменением времени, с другой же властью, КГБ вернуло нам материал, который был изъят, тотально просто измонтажный, часть материала не было возвращено, ну вот то, что осталось, вот на этом мы сделали эту картину, в конце концов, за которую мне не стыдно, потому что мы делали ее очень искренне, и с очень большим пристальным вниманием, и с большими претензиями к самим себе, я имею в виду актерский наш состав, который в основном был непрофессиональный с точки зрения традиции игрового драматического кино, ну по крайней мере в нашей советской традиции, потому что такой классический материал, когда он отвергается, основные актерские персонажи, я не взял Терехова, я не взял Катю Васильеву, по понятным для меня причинам, потому что я понимал прекрасно, что они могут сделать, и мне это не нужно было, даже на пробах это было видно, и я взял людей, которые самих себя несли в эту историю, и, что очень важно, они несли свои собственные личные человеческие трагедии. У каждого из тех, кто снимался в фильме, в тот момент была своя личная человеческая коллизия. Я не смею говорить открыто, раскрывать это, но я понимал и чувствовал, что у этих людей происходят эти очень тяжелые личные трагические обстоятельства. У кого-то это было на грани алкоголизма, у кого-то это было на грани, может быть, самоубийства, кто-то на грани ухода из профессии, кто-то хотел уехать из Союза и прочее. Это была компания людей, у которых была такая проблема судьбы, они со своей предопределенной судьбой не хотели соглашаться. И вот это внутреннее сопротивление, оно было тоже частью этого замысла, потому что вот это нежелание согласиться с этой предопределенностью, есть некий знак, символ вот этого самого явления, которое я называю модерн, которое я очень люблю, очень люблю. Оно, к сожалению, это движение эстетическое и так далее, погибло в руинах Первой мировой войны, в руинах надвинувшегося на общество, голода, бесприютности, экономических проблем, несчастий, гибели людей, миллионы людей погибли в Первой мировой войне, миллионы, сотни городов были разрушены до тла, и во Франции, и в Бельгии лежало в руинах. Мы ведь об этом ничего не знаем, но бельгийцы пережили это, страна была в руинах, голландцы были в руинах, и причем европейцы сопротивлялись, тогда очень основательно сопротивлялись агрессору. И агрессор был трудный, немцы, очень трудный, противоречивый агрессор, потому что этот агрессор нес с одной стороны, отнес эту страшную машину систематического, интеллектуального уничтожения, а с другой стороны, это был все же символ высокой культуры европейской. И вот европейцы в этом противоречии не могли найти себе душевного пристанища. Как можно, как можно, как это можно, как это вообще можно, когда можно череду композиторов, литературных авторов великих приводить и понимать, что мы слезами будем обливаться от того, что мы не понимаем, как это может быть внутри одного народа, как это может быть внутри одной культуры, как это может быть внутри одного семени. Вот это страшное, жуткое, ядреное, с закваской, с такой, с энергетикой, вот эту вот страсть к уничтожению. И ведь с гибелью в Первой мировой войне и с поражением ничто из германского сознания не ушло. Затаилось, задремало, а потом в 30-е годы опять, опять началось заново. Василий, надо теперь со зрителями общаться. Простите, что я так не дал даже никому сказать, но просто я просто благодарю вас за то, что вы, я вижу Ирина Николаевна Гращенкова, Ирина Николаевна, клоняюсь вам низко, давно не виделись с вами, давно-давно, низкий поклон вам. И для меня очень важен этот разговор, очень важно ваше внимание, потому что я сейчас делаю картину, ну пытаюсь ее закончить, большую картину, где как раз речь идет о 1940-й год, о том, как немцы вошли в Париж, и что происходило. Большая картина, вот пытаемся найти какие-то общий язык с продюсерами моими европейскими, чтобы ее завершить до конца. Эта тема очень важная. Ничто, на этот present continuous tense, ничто не прекратилось, настоящее продолженное. Все, к сожалению, продолжается. Я считаю, что никаких выводов из, не теории, а никаких выводов из практики милитаристской, старый свет не сделал и американское право на бомбежки Ирака, и европейские бомбежки, к сожалению, и военные решения там, югославского кризиса, говорит, что люди постоянно-постоянно преувеличивают, как мне кажется, значение силового решения всех этих коллизмов. Ни одно силовое решение никогда никакой точки не ставило. Никогда. Никогда. Это шоу об этом говорит прекрасно в этой пьесе, и очень это основательно и фундаментально очень.